Такого никогда не было. Уже вода к дому приближается. Часть огорода, туалеты и сарай оказались в воде за два дня. Уровень повышается стремительно. Флориса лишь успевает делать новые отметки. Сегодня уже по колено. Полы ремонтировали, дети маленькие. Тоже тяжело. А то у нас все так говорят, сначала пусть затопят, потом приедем, помощь сделаем. В доме нет ни газа, ни воды, лишь печное отопление. Надвигающийся поток для семьи – реальная угроза. Перед резким потеплением активно вычищают двор от снега, дабы сократить возможный ущерб. Ну, чтобы воды поменьше было. Чтобы страшно, еще сколько снега. С той стороны сколько снега еще. Вот шланг выводим на дорогу, потому что туда некуда выводить. Войти в свой дом на Иля может только в резиновых сапогах. С утра включила насос, но вода уже добралась и до кухни. Пришлось уехать к родственникам, а скоро придется подсчитывать убытки. Воду откачиваем, но она потом опять поступает. В большом количестве. Мы вот что могли, мы подняли, но это ничего не спасает. У нас там два шкафа. В общем, вся мебель, она уже, видимо, придется выбросить. Она, когда даже подсохнет, что с ней будет? Она же развалится просто. Местные дорожные рабочие, узнав про беду жителей, решили им помочь. Они соорудили самодельную дамбу из кусков ненужного асфальта и старой глины. Это хоть как-то сдерживает потоки воды, но, как признаются собственники частных домов, от подтопления это их мало спасает. Разливы на улице Шевченко были и раньше, говорят местные жители. Но в таких масштабах первый раз. У них есть подозрение, что виной всему старые трубы, которые засорились. Но найти владельца коммуникации люди не в силах. Все говорят, что это не наше дело, зачем вы нам звоните. Водоканал сказал, что это не наше дело. Обращайтесь куда-то в другой, что это ТЭЦ уже виноват, как будто бы. Что они летом здесь трубы проводили, еще-то они там навредили или что. Представители электростанции нас заверили, что трубы, которые пролегают вдоль улицы Шевченко, им тоже не принадлежат. Чья вода в итоге затапливает частные дома, мы решили поинтересоваться в администрации Приволжского района. Ее руководство сегодня отправило официальный запрос в Водоканал, чтобы те проверили все коммуникации и выяснили, есть ли там повреждения.